Мозырь Я хочу для своих детей самое лучшее будущее, чтобы они учили в школах, в которых их учат уважать себя. Я уважаю учителей, но я испытываю испанский стыд, когда наша школа собирает тряпки и мел с родителей. Я испытываю стыд, когда наши учителя должны учить наших детей, ну а их заставляют ходить по социально опасным семьям и подвергать себя опасности. Мне стыдно за то, что наши врачи должны лечить нас и наших детей, а они пишут отчеты о том, что у нас все хорошо. Молодец! 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 Я испытываю стыд, что наши мужчины, которые служат в милиции, и нам приходится, чтобы наши старики боялись за нас, потому что наша милиция нас не охраняет, а обижает. Я хочу, чтобы мы всей страной гордились за наших военных, за нашу милицию, чтобы мы шли по улице и говорили им спасибо, что они нас охраняют, а не ходить стороной, чтобы они, не дай бог, нас не заметили и не написали на нас какой-то штраф. Я простая домохозяйка, я люблю свою семью, я люблю своих родственников, но у меня в жизни тоже были ситуации, которые, когда ты приходишь в детский сад, говоришь, что у вас дырки в пороге, и это опасно для детей, Тебе говорят, как ты посмела сказать такое? Мы же сделали одолжение, устроили тебя на работу, а ты нам тыкаешь в эти дырки. Почему мы не можем приходить и говорить правду? Почему нас заставляют делать так, чтобы мы молчали и боялись говорить правду? Я хочу жить в свободной стране, я хочу выходить сюда, на площадь и говорить только правду, если это правда. Я хочу, чтобы наши родители не боялись за нас, не звонили и не отговаривали нас, что вы идете на площадь, что вы можете не вернуться домой. Я хочу, чтобы наши родители, у них была достойная пенсия, чтобы они могли себе позволить съездить в тот же самый санаторий. Сейчас большая половина этого не может сделать. Это стыд для нашей страны, что мы молчим, а наши старики доживают и последнюю пенсию отдают на лекарства. Мозырь, я вами горжусь, сегодняшний день для меня останется на всю жизнь в моей жизни. Я никогда не думала, что я приду на эту площадь и буду говорить, но терпение всегда заканчивается. Я хочу, чтобы наших женщин, которых обижают мужья и бьют алкоголики, они были защищены законом. Любим! Можем! Переможем! Ну, говорю, всякое могло быть. Попутал педали, отвлекся, испугался. Во что он мне сказал? Говорит, ну, у нас был такой случай, мы заплатили, а нас на суд подали. О каких деньгах речь идет? Здесь чисто человеческий фактор. Сегодня с тобой, завтра с кем-то другим. И не нужно здесь все в деньгах измерять, потому что их всегда будет мало. Ну, в результате они пошли по подлому пути, пусть идут, уже пятый год. Я все равно, вот у меня лично писал Лукашенко. Ну, мне, конечно, помогали. Главный советник главного управления по работе с обращением граждан. Катушкин, вот он, конечно, многое он подсказал, что, как, что нельзя, что, чтобы согласно закону все было. Обращался я и зампрезидента по идеологической работе, Матусевич тоже был у нас, к многим. Но, однако, все идет на мозг обратно. А здесь все списывается, что все правильно и все. Но, однако, мне ничего не могут законно сказать. Почему? Потому что все подтасовано, все куплено. Но у нас же как? Коррупция только может один человек сказать. Дачу взятки не видели, но сговор сторон очевиден. Ну, все равно, даже начальники, замначальников есть и в милиции, которые пишут, что усматривается пункт преступления. Вот, и есть такое. Но, однако, отписывается. В результате в школах тоже. Вот, мой ребенок в 14-й школе. Ну, не шибко у него ни 8, ни 10 баллов. Но директриса Прибыщук сказала нет. И Клебчукова только вот нельзя ни в 9-ю, ни в лицей, ни в 11-ю, ни в 14-ю школу. В любое, пожалуйста. Я говорю, дайте закон, согласно чего может ребенок... Ну, нельзя посещать эту школу. Так как закон предусматривает согласно место жительства, если кто не знает. Потому что многих просто, ну, опускают в воду, они опускают голову. Как я могу? Да что мы за родители, если мы своих детей не защитим? Грош цена. И вот два дня назад я разговаривал на рынке с молодым человеком. Он говорит, да, родители говорят, что вот идите и все в свои руки берите. Он говорит, ну, что идти? А где вы были, родители? Что вы творите? Ведь, понимаете, раньше, вот рассказала мне историю врач высшей категории. И говорит, раньше Амилу нельзя было найти, она через милицию, через исполком, ей помогли снять гроздь большую. И она дочке отправила в Минск, чтобы посмотреть, что такое. Но сейчас, как вот, 26 лет, это Амила, это вредитель. Заросло все, и города, и леса, все уничтожено. Нету никого. Один и лесник, и доктор, и военный. Ну, нельзя же ему управиться так. А все равно он один. И милиционер, все. Я обращаюсь тоже к структурам МВД и не только силовикам, что вы же подумайте, что это ваши близкие, родные. Вам сегодня зарплату дарили, да, вы кому присягали, народу. Так вы же думайте, что вы делаете и творите. Ведь все равно за все придется нам отвечать. За то, что сделаем. Многим, ну, везде у нас в Белоруссии запрещают, вплоть до увольнения. Но обычно люди не понимают, как вот проект города. Вот идет тротуар, он упирается в дорогу. Но дальше, как положено, человек переходит. ППСники останавливают, это вот возле рынка привоз, часто. И вызывают гаишников и штрафуют человека. Люди не понимают, за что, подписывают, как овцы, и все. Ну, нельзя так. Проект этот, тротуара, согласован с местными властями. Милиция, в частности, ГАИ. И это надо понимать. И штрафовать нужно не того, кто перешел, а того, кто нарушает закон. Ведь закон, конституция, пока у нас не работает, это беда. Но всего многого сказать тоже не скажешь. Но все равно у нас вот уничтожены деревни, производство, сельское хозяйство. Показуха идет, полнейшая. И что, культура уничтожена полностью. Разве такое было, что идет ребенок мат-перемат, курит, пиво. Но, однако, прячется что-то сейчас, вот буквально, может, полгода что-то там начали. Но и то, это вряд ли. Раньше такого не было. Раньше учитель, врач, это была элита. Сейчас во что превратили? Это ничто. О, стыдно. Руки мои почти. Нам до сих пор прошло много лет. А сил все меньше и меньше. А с кем износу нет. Я знаю, они гнилые. Но сложно их одолеть. Когда не хватает силы, И я прошу тебя спеть. Давай разрушусь в эту землю. Здесь этих стен стоять не должно. А пусть они рухнут, 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 Отбежавшие долон. И если ты надавишь плечо. И если мы надавим поем. Стоп, 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 стоп. Лучше в утро. И свободно мы взорвем. Деда давно не слышно, Зволь ветер его унес. Но мы с ним стоим все так же, По тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, Я стараюсь по громче беть. Ту песню, которую спел он, Прежде чем... Немного волнулись. Мазыряне и белорусы. Я, во-первых, хочу сказать по поводу Житёполеси. Если бы ее не заставляли подписывать на предприятиях, Эта газета уже не была, И она никому не нужна. И это факт. Все знают, что ее заставляют выписывать. Эта газета никому не нужна. Она неинтересна. Теперь я хочу поднять вопрос. Вспомните, как мы отстояли нашу Припять, Когда хотели сделать платную рыбалку. И мазыряне, потому что у них болит сердце за эту реку. Они поднялись и отстояли, Чтобы она не была платная. Поэтому давайте же сейчас тоже будем дружные И покажем, чтобы все эти выборы были честными. Я хочу поднять вопрос. Вот что такое любовь к родине? Это не политики. Это любовь к природе, К своему участку. Как человек вокруг себя облагораживает пространство. Посмотрите, как вырубаются наши леса. Какие мегапредприятия строятся по вырубке лесов. Неужели у вас не болит сердце за эти леса? Почему власти? Ни у кого не спрашивая у людей. Хотим ли мы? Вспомните, как вырубили все лесопосадки Вдоль всей Беларуси. Что еще хочу сказать? Сейчас мне вопрос. Не волнуйтесь. Не бойтесь просто. Не бойтесь. Я на самом деле работаю в России, Потому что здесь вакансий нету человеческих. Но приходится работать. Вспомните закон о тунеядцах. Когда я, работая в Москве, Вынужден снимать жилье, Там кушать, Еще привозить домой какие-то деньги. Из меня еще государство хочет какие-то деньги поиметь. Это дико просто. Ни в одной такой стране не творится. Я был в Казахстане. Когда я ехал туда, Меня мама, жена стояли стеной. Куда ты, сынок, едешь? Это Азия. Русских там и говорили. Я приехал. Я был в шоке. Ребята, нам далеко до Казахстана. Мы раньше смеялись с китайцем, Что за 40 долларов они работают. Теперь мы скоро будем Самой страной, как Ангола. По уровню зарплаты жизни. Я езжу по всяким странам и вижу это. Поверьте, Казахстан живет круче, чем Беларусь. Поверьте, Казахстан живет круче, чем Беларусь. Просто самое главное, что я хочу сказать. Эта власть продержалась столько лет только из-за того, что в Беларуси терпеливый народ. Очень терпеливый. Очень терпеливый. Но это зря. Ребята, надо это прекращать. Когда зарплата милиционера... Это считается высший достаток у человека, который живет за бюджетные деньги. Это дико. И по своему примеру, почему я сейчас выступил, у меня дочка живет в Минске. Она сейчас приезжала в гости ко мне и рассказывала, они просто гуляли с друзьями, выскочили ОМОНовцы, она успела убежать, а друга закрутили. И дали тысячу с чем-то штрафа молодому парню. За что? Они вообще не участвовали даже в никаких акциях, а просто там хватали в Минске всех подряд, всю молодежь. И еще расскажу, как государство встречает молодое поколение. Моя дочка училась на бармена, ну, как бы платно. Не платно. И они должны были практику. Все знают, что такое у студентов практика обязательно, отработка. Но попало так, что как раз полная безработица. И человек не мог найти работу. Государство, государство молодое поколение, оно сразу ему выписывает штраф за эти годы за обучение. Почему Шидзёк Полесья не пишет о таких вещах? Почему? Я считаю, что власти должны каждый год отчитываться, куда тратятся деньги. Я вот был в Израиле. Если деньги собираются на дорожные, на дороги, значит, они идут на дороги. Если на здравоохранение, значит, на здравоохранение. Вы не думайте, что у нас бесплатная медицина и бесплатное обучение. По факту, у нас в сумме 60% сверху зарплаты это налоги. 60% для работодателя точно. Может быть, для работника это около 20 с чем-то, но еще 40% идет от работодателя. То есть умножьте свои зарплаты на 60% и вы поймете. Вот кто сидит и смотрит телевизор, даже если сравнивать с Россией, то в России уже цены дешевле, чем у нас в Беларуси. Я говорю, вспомните речку Припять, как мы отстояли, и давайте отстаивать наши интересы, потому что это ужас, что творится. Добрый день, МОЗы. Я Ольга Новожилова, петенерка. Пришла, не могла, устоять не могла. Я первый раз на таком митинге, но просто не смогла сдержаться. Я хочу напомнить 90-е годы. когда нам ввели контрактную систему, мы ее проглотили, мы не понимали, что это. Прошло немного времени, я хорошо помню на нашем предприятии, когда начальник пришел на совещание на наше и говорит, а вот теперь я для вас и Бог, и Царь, потому что приняли так, что без объяснения причин могут любого работника уволить. Вот с тех пор и понеслось. Вот эта рабская система у нас с тех пор и действует. Поубирали всех ненужных, неугодных предприятиях. Если нормальный человек заканчивает получать высшее образование, не может устроиться, надо искать или блат, потому что правильно сказали, что четверо детей устроены. Они своих детей устраивают на теплые места, на хорошие места. Где наши дети, где они работают, получая по два, по три высших образования, должны уезжать. Уезжать в Россию, в Польшу, куда угодно, чтобы только смогли создать семьи, смогли прокормить своих детей. Вот это наша система. Еще хочу затронуть ЖКХ наше. Как нас обманывают. С нас берут за капитальный ремонт, который непонятно где, я писала, я обращалась. Короче, я объясню наши деньги. Мы хотя бы, мы сами, извините, волнуюсь, нет, это. С нас берут деньги на капитальный ремонт и аккумулируют на государственном каком-то счету, который мы даже не знаем по нашему дому, сколько денег собрано. Мы не знаем это. Потом много у кого провели капитальный ремонт. Есть такие? Нет. Нет. Проводят капитальный ремонт, буквально мелочь какая-то туда входит. А мы уже за 20 лет заплатили давно за капитальный ремонт. И будем по-ихному платить всю жизнь. Всю жизнь. Вот это я хотела сказать. Поэтому спасибо. Я волнуюсь. Спасибо. Привет, друзья. Привет, друзья. Я работал инженером программистом Германии, когда у них была программа IT-Fact Green Card. Я работал в земле Бавария. Я вам хочу рассказать небольшой эпизод из истории этой земли. Но у них замечательный король. Не лишь бы кто, а не президент какой-то с пожизненными полномочиями. Король. Очень он любил заниматься строительством. Ну, не ледовые дворцы, но замки там, Нойншвайнштайн. Я вам скажу, Нойншвайнштайн до сих пор не может окупить стоимость своей постройки, несмотря на весь поток туристов, которые через него проходят. Строительство этого замка обходилось очень тяжелой нагрузкой для логоплательщика Баварии. И как же баварцы обошлись без Майданов? Очень просто. Собрался консилиум врачей, пришли к этому Людвигу Второму, Нойншвайнштайн, обследовали и признали его невменяемым. Так что примеры в истории есть. Добрый день, Мухри. Я хочу сказать, что я школьник, я голосовать не могу, но среди нас сегодня тоже есть подростки, и поэтому, ребята, вы знаете, с кем нужно поговорить, чтобы наша страна была свободна. Это наши родители, потому что есть еще случаи, как оказалось, хотя я так не думал, но бывают родители старых взглядов, что вот Лукашенко там, когда-то кто-то говорил про льготы, вот, и получается, что и мои родители, как оказывается, так думают, что вот Александр Григорьевич дал нам льготы, и поэтому все понятно. И как бы я хочу сказать, чтобы школьники, подростки, которые тоже не могут голосовать, как и я, поговорили со своими родителями, со своими братьями совершеннолетними, хотя я думаю, они и так все прекрасно понимают, чтобы я хочу жить в свободной стране, и сейчас, сейчас, мне через год поступать, но уже сейчас я вынужден работать, чтобы хоть как-то собрать себя для поступления, то есть, ну, купить ноутбук или еще что-нибудь, ну, потому что работаю я уже сейчас, мне 16, мой часовой рабочий день составляет 8 часов, и как бы немного напряжен, что я тут вот мужчина говорил в зеленой рубашке про любовь к родине, и вот я хочу сказать, что я тоже люблю свою родину, но извините меня, когда происходит такое, то вот я в 16 тоже ничего не сделал для родины, но когда такое происходит, с одной стороны даже и не хочется, когда я вот мне хотя бы себя прокормить любимого, да, чтобы ну, мне было хорошо, а не так, чтобы я для родины что-то такое большое сделал. все и как сказала моя подруга, которая побоялась сюда выйти, девушки могут все. меня зовут Татьяна, у меня первые выборы за президента нашего, но столько, сколько я живу, я никогда не понимала его политику, я сама родом из маленькой деревни, которая, я помню, в 2000-х годах, она процветала, мои родители ходили на работу с радостью, они летели туда, паркали, она была цветущая, зеленая, красивая деревня, сейчас там только одни поля, деревья снесены, перед деревней поставлен памятник для того, чтобы народ знал, что здесь когда-то была деревня, проезжие думают, что здесь кто-то умер, что памятник он черный, черный памятник можно было сделать белым красивый статуэт не сектуру красивую поставят, а не памятник, который ставят на кладбище. И я хочу вспомнить, видеть свою деревню такой, которая она была цветущая, красивой, красивыми деревьями, липовыми аллеями, чтобы люди жили в деревне, а не съезжали для того, чтобы из-за того, что нету жизни там, зарплат нет. Я работала в культуре, Евгений, я знаю, что это такое. Я уехала, я закончила отработку в культуре и уехала, потому что я видела, что молодежь приходила, она в клуб не заходила, она просто села в беседке, выпивала, курила, ругалась матом, дети, которые несовершеннолетние, из-за того, что им нечего делать. Поэтому, люди, делайте выбор, голосуйте, и знайте, что у нас все будет хорошо, у Майдана не будет. Здравствуйте, уважаемые мазыряни. Меня зовут Телефон Юрий. Я один из членов инициативной группы «Будем разом», которая участвовала в защите прав и интересов медицинского центра «Радуга» «Детей инвалидов и молодых инвалидов». Этот центр был создан в 95-м году с вашим участием, но без вашего участия было принято решение его ликвидировать. Спасибо вам, дорогие, за то, что вы проявили свою гражданскую позицию и помогли отстоять его. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу, чтобы мы могли сотрудничать с нашей новой властью, решать свои проблемы и проблемы своего города вместе сообща и принимать решения сообща. Эта власть нас заставила прийти сюда на площадь и защищаться. Поэтому приходите 9 августа и голосуйте за Светлану Тихановскую. Ура! Здравствуйте! Вы знаете, мне 26 лет, меня зовут Диана. Я мать двоих детей. У меня есть две девочки, маленькие. Я себя считаю еще очень молодой. И я хочу жить в этой стране, в нашей родной стране, но честной, свободной. Я хочу немножко рассказать пару своих историй. Я замужем, у меня есть муж, очень порядочный человек. Долгое время он занимал должность, он был чиновником. Но случился такой момент, когда он принял на себя решение, что он уйдет оттуда, потому что он не смог себя сломать. Он не смог подстроиться под эту систему. у меня два образования. Моя мать с высшим образованием, с высшей категорией педагог. Мой брат отучился в лице, закончил серебряной медалью его. Сейчас он поступил в университет в Минск, в БНТУ. И он не может претендовать на хотя бы жилье в общаге. Почему? Почему у нас нет поддержки нашей молодежи перспективной, талантливой, которая может сделать для этой страны очень и очень много? Почему? Вы знаете, еще хотелось бы выразить гордость за то, что сейчас, в этот день, вас так много, и вас никто не заставил сюда прийти. Вы пришли сами. Вас не принесли на автобусе, вас не принудили к этому. Это говорит о том, что мы хотим перемен, мы хотим жить в свободной мирной стране. Мы мирный народ. И мы хотим мирно существовать, мы хотим, чтобы у нас было достойное будущее, и будущее у наших детей. людей. Спасибо большое. И еще хотелось бы в этот момент сказать, выступал мужчина и сказал, что мы когда-то выбирали президента, ну, возможно, да, кто-то есть здесь, но большинство нас, те, кто не выбирал его даже пять лет назад. Мы победим. Спасибо. Я вот поднялся на той поворок, с того поворка полетел на вас, у меня изъявилась надея. Мне сдается, в 94-м годе, я был один, который голосовал с упринцем пошепки, у меня дяку великий, Мазыр форева. Что я хочу сказать про смену ладжи. У нас омаль что у кожного есть авто. У той авто вы заливаете моторную оливу раз в полгода через 10 тысяч километров. Вы купите себе оливу самую лепшую на сеть, золотую, залите туда и менять не надо. Вы же хорошую залили. Менять надо наши выбранники не становились байами врешт-решт, а были не владарами, а были координаторами, кабины могли допомогать нам. Пять годов, шесть максимума дорогу молодым. Девятого числа нам с вами просто треба поменять масло в машине. Это ход простенький. Простенький. Кто б там не прошел, кажется, там у Тихановской нема программы, нема команды. Знает это команды. Все роды нас хапая талиновитых инженеров, и академиков, хапая, кто будет координировать наше жить и помогать нам жить. Мы знаем нам пить людей. А свинья Тихановская, она там переживая, что ей не будет котлеты жарить мужику, мы поможем, дадим ей свободный час и посмажет. Знает им людей, кто будет нам допомогать. Знает они мазырдяк, великий. Я ламена на руки. Я рад, что нас собралось слишком много даже, я не ожидал такое. Это рабское мышление, я везде наблюдал это, блин. Сплакать хочется, и дритвы кори. Я 20 лет прожил в Америке, я такого раз бы не видел. Люди, вставайте! Мне тут пришлось выслушать столько проблем, а проблема одна. Лукашенко и наш страх. Понимаете ли? И делите кого угодно, кого угодно, ослабо, чтобы он ушел. И что посел делал свободные выборы. Понимаете? Это главное. Люблю Мозырь, я сам мозыряне, родился в Мозыре. Понимаете? И вернулся сюда, думал по телевизору, показывают одну Беларусь, а приехал сюда, ослядник, мне пришлось пройти по судам, помилиться, везде, везде стоят, везде стоит маразм вонючий, поверьте мне. Маразм! Кричайте в голову, не бойтесь их. Боящийся несовершением в страхе есть мучение, это из Библии. Люблю вас всех. Люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 За это? За эту власть мы будем голосовать. За эту? Нет, давайте я поддерживаю всех. Призом на выборы проголосуем за Святану, за свободную Беларусь. Вот и все. Много желающих. Даю слово. Добрый день, вы, я вам не зря. Меня зовут Александр Григорьевич. Добрый день. И я сегодня, когда я пришел сюда, меня пару раз спросили, за кого ты голосовали. Вы знаете, я сразу сказал, еще не выбрал. И почему? Не выбрал еще, за кого голосовать буду, говорю. Против Лукашенко, ну, откровенно говоря, что... Вот тут многие выступали и говорили, что из мелочей у нас маленьких обид. Складывается здание огромной большой обиды, да? Вот, против него. Ну, лично он мне так ничего плохого не сделал. Извиняюсь. Вы говорите за республику, да? Вот я тоже. Сегодня я пришел и смотрю, вот до сих пор, почему я не выбрался. Я не видел ни одной программы нашего кандидата. Где, а где взять можно? Здесь дают, а? Я не знаю, по крайней мере, здесь уже не сидят. Александр Григорьевич. Можно мне слово? Вы мой директор, когда-то был, когда-то школьник. Я могу вспомнить это время, когда я был, я там учился. И в это время ваше, когда учился, можно подтвердить. У вас было воспитание жесткое. Рукоприкладство тоже было замечено. Рукоприкладство мне приписывали, но... Но это ваш личный поступок был. Я летал тоже по полу, летал. И любой может подтвердить это, кто учился в 13 школе. Ну, просто воспитание детей начинается с этого. Спасибо, конечно, за рекламу, но здесь я же вас прикладываться не буду. Простите, вот вы кричите позор, да? А что такое воспитание, вы знаете? Это насилие. Это насилие. Как ни странно. Стоп! Мы же сегодня собрались сюда не для того, чтобы педагогические проблемы разбирать, правда? Уходи! Ой, не все сразу. Стоп, стоп, стоп. Не все сразу. Уходи! А вот не уйду. Дело в том... Уходи! 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 Подождите. Вот насчет уходи. Я слышал, и делал вам замечание, что вы орали здесь кому-то тоже уходи. А как же быть со свободой слова? Где ваша свобода, за которую... У нас свобода слова, вы стоите возле микрофона и выступаете. Ну так почему же не затыкают рот? А никто не затыкает. Вам говорят, что вы, будучи директором школы, воспитывали детей, как не должны воспитывать. Вы знаете, я еще раз говорю, что, наверное, этот молодой человек, ну, может быть, тоже лечился после моего госпитания, или нет? Нет? Мы здесь за Серханумского, мы здесь за... Так я про это и говорю не знаю. И за общественные выборы. Ну, понимаете? Ну, понимаю, это почему же не дают сказать. Я не кутина, делал, делал! Говорите, да. Говорите, да. Говорите, да, да, да. За вашу жизнь вы наблюдали, как вырастают поколения. Да, ни одно поколение. Неужели вы не верите, что в нашей стране много талантливых людей? Почему не верю? Я убежден в этом. Почему вы считаете, что в нашей стране недостаточно специалистов? Хочу вам сказать, что... А кто вам это сказал, что я считаю... Потому что вы спрашиваете про программу. Сейчас есть только одна главная проблема. Нам надо объединиться и провести честные выборы. Кто против? Ну, я... Ведь обычно, обычно у кандидатов всегда бывают программы. Я не говорю только про Светлану Тихановскую. Я и Лукашенко не считал программой. И других кандидатов тоже. А что в этом плохого, а? Что я прошу, чтобы мне эти программы дали. Ой, молодец! Художественное светое. Спасибо. Эти люди высказали! Спасибо большое. Но хочу сказать... Я вас тоже. Спасибо вам за правки. Но вы мне принадлежали. Опять какие-то обвинения. Почему я не верю? Почему я не верю? Да верю я, что у нас народ талантливый, хороший. Он достоин самых лучших покалов. Надо мне задолжение. Потому что это мои убеждения. И я знаю... Ну, опять вопросы. Ну, я к вам потом подойду. Ну, задерживайте. Так, опять не задерживайте время. Да не перебивайте. Я бы уже давно закончил. Ой-ой-ой. А мне противно на тебя смотреть. Так ты же стоишь перед этим. Подождите, подождите. Давайте... Если вам что-то есть сказать по слову... А поругайтесь вы там, если захотите. Давайте говорить по делу. Ну, не я же начал. Простите. И... У вас есть программа? Все, я подойду, возьму. Никаких претензий не будет. Я скажу вам программу за Светлану Тихановскую. Ну и что? Вы знаете, где сегодня находится Виктор Бабарыка? Виктор Бабарык нет, не знаю. Вы знаете? Он находится в СИЗО. Я подписалась за него. У него была программа. Была программа у Валерия Цепкала. Где наши кандидаты с программами? Как же стыд? Не читал. И что вы считаете, что я их посадил? Какие претензии? Я посадил их. Вы спрашиваете программу. У нас сегодня единая программа смена власти. Мы не хотим видеть этого человека у власти, который в 1994 году положил руку на Конституцию, стоял под бело-червоным флагом. А в 1996 году эту Конституцию предал и отменил наш флаг. Позор этой власти. Вот наша программа. Позор! 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 Я прошу прощения, но прежде чем выходить к людям и задавать такие вопросы, пожалуйста, внимательно изучайте ход кампании. Изучайте тех людей, которые лидеры принимали участие с программами, с реформами. Очень много сейчас лежат, скажем так, на полке супер замечательных программ реформ по образованию, по здравоохранению, но их не используют. Вместо них используют декреты о тунеядстве, какие-то еще непонятные правки, которые нам совершенно не нужны. Все есть. Пожалуйста, прежде чем задавать такие вопросы, изучайте кампанию. Все, спасибо, дадим. Есть программа, есть объединенный штаб. Вы просто вышли сюда, спровоцировали вопросы. Мы просто некомпетентны сейчас. Вы можете подойти, почитать. Все есть в интернете. Все есть бумажные. Ну нет, у меня интернета. Я старый человек. Не люблю я интернет. Дайте кто-нибудь ему, пожалуйста, листок. Волкон придите, да. Борис Волкон, спасибо за совет. Если я там найду, к сожалению, вас. В любом случае, в любом случае, какой бы я плохой ни был, я вам, озерен, желаю удачного, хорошего выбора. Все, я подойду. Вы не имеете права, если вы не являетесь наблюдателем. Кстати, прошу зафиксировать сервер. Наблюдатель, наблюдатель, он не имеет права, он должен занимать нейтралитет. С 3-го числа, с 3-го числа начинается выбор. Это и нейтралитет должен цепляться в своей комиссии. Вы являетесь наблюдателем, почитайте международный статус наблюдателя. Так что, я лишил всяких прав уже, что ли? Нет. Я не могу спритить. Вы не имеете права после этих выступлений быть наблюдателем. Вот и все. Ну так это другое дело. Такой я не пью, потому что я, по-моему, тоже гражданин, у меня нету никакой армии. Здравствуйте, мои слегка, граждане, пришедшие сюда. И вообще, здравствуй, озер, как все говорят. Я очень рада, что я сегодня здесь, что я дошла до этого места. Мне немножечко трудновато выступать после Александра Григорьевича. Потому что я тоже учитель. Потому что я тоже учитель. Мне за него немножко стыдно, честно говоря. И вообще, вы знаете, мне даже до прихода сюда было стыдно за себя и за наш город. Потому что я все время думала, боже мой, Светлана с объединенным штабом колесит по всей Белоруссии. Везде ей разрешают выступать. Пускай на задворках. Разрешают. Когда же Мозырь ей разрешит? Я все звонила сыну, который живет у меня в Минске и активно участвует во всех этих делах. Сначала в штабе Бабарико, а теперь вот в объединенном штабе. Сын говорит, ну когда же вы приедете к нам? Дождалась. Я рада, что этот митинг проходит не где-то в лесу. Он проходит в центре города. Я просто рада за нас, за Мозырян. Даже хочу сказать огромное спасибо нашим властям. Я думаю, это они разрешили. По крайней мере, вебор какой-то был. И я хочу выступить. Я уже, кстати, писала в комментариях на посты ровесников моего сына. А сын у меня 26, вот как девушка, которая выступала. Мой сын еще не женат. Но мой сын хочет создавать свою карьеру айтишника. Хочет жить и творить здесь, в этой стране, а не где-то за рубежом. У него есть много возможностей уехать. Но он хочет жить здесь, как и моя дочь. Они хотят быть здесь. Здесь, как вы все знаете, на сегодняшний момент жить и творить свободно просто невозможно. Поэтому я для себя, послушав выступление Прокупьева, я думаю, вы многие его слушаете. Я для себя решила, хватит бояться, моя дорогая. Ты, ты, твое поколение, заварила эту кашу в 90-х годах. Так, может быть, давай уже долучайся, да? Вот долучайся вот этих подростков, до этой молодежи, которая за тебя, я так считаю, а не за меня, делают то, что я должна была сделать в 90-е годы. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное спасибо вот этому поколению от 20 до 30. Они сейчас самая активная сила. Их сейчас задерживают в том же Минске только лишь за то, что они пришли купить майку с символикой. И дают огромные штрафы, и избивают. Куда это годится? Разве можно при такой власти жить дальше? Спасибо.